В Красногорском районе сбор вредных отходов начинался с этого контейнера. Здесь, на Дежнева-11, его в прошлом году установили в качестве эксперимента. Он оказался более чем удачным. Жители микрорайона Апалиха-О-2 активно присоединились к экологически правильному сбору батареек и люминесцентных ламп, градусников и старых аккумуляторов. Всего того, что попав на полигон, переживет поколение красногорцев, годами загрязняя окружающую среду. Дальше попадают в землю и через землю те же ртутные пары, тяжелые металлы, обратно через воду к нам возвращаются. Если задуматься, там одна батарейка загрязняет минимум 1-2 квадратных метра земли на 60 лет. Вот представьте, 60 лет из-за одной батарейки там не может ничего расти. Порядка 350 ламп и 5-7 килограммов батареек собирают такой контейнер в Красногорске, рассказывают активисты природоохранного социального проекта «Экобокс». Сегодня за активность опалиховцы получили еще один ящик. Его решили установить на Дежнево-9 у здания управляющей компании. Сами «Экобоксы» поставляются и монтируются бесплатно, а вот обслуживание стоит 5000 рублей в месяц. Не так много за любовь к природе, рассуждают инициаторы проекта. Один контейнер в среднем ставится на 500 жителей. И задумайтесь, разве сохранение той же природы и своего здоровья – это дорого? Потому что этот контейнер не позволяет попасть с опасным отходом в землю и не загрязняет, не отравляет нас, не отравляет последующим природу для наших детей. Оказывается, утилизация вредных отходов стоит немалых денег. Это за сданную макулатуру еще и приплатят. А вот градусники и лампы, например, нужно демеркуризировать в специальных условиях. Утилизация каждой лампы в среднем находится в 12 рублей. Демеркуризация. Так как он собирает 350 ламп, вот уже умножьте. И 5-7 килограмм батареек. Килограмм батареек тоже более 100 рублей стоит его утилизировать правильно. Плюс обслуживание, плюс все. Этот новенький контейнер появится на общей карте Красногорского района, на которой отмечены все оранжевые ящики. До конца августа их уже должно быть больше 10. Те экобоксы, которые установлены в Красногорском районе, это еще малая часть. Необходимо установить более 100 данных контейнеров. Только на территории Красногорского? Да, на территории Красногорского района. Для примера, на территории Химок установлено более 250. Мытища – 300 контейнеров. Лобня – более 110 контейнеров. И так далее сейчас все районы подключаются. Найти тот, что поближе к вам, можно на сайте проекта. Уже сейчас функционируют контейнеры в Нахабино. На улице Панфилова у домов 20 и 27, на Институтской – 3А и 6. Ну и в Апалихе, помимо богатой на экобоксы улицы Дежнева, есть еще геологов 4-2, ткацкой фабрики 23 и Чапаева 59. Таким образом, в год в Красногорском районе будут собирать больше 2400 ртуть-содержащих лампы и 56 килограммов батареек. Вот такая экологическая арифметика. Анастасия Вставхева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. Анастасия Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ.